Каналюка, личинки и все прочее течет из той трубы. Данная картина рисовалась именно за этой дверью подвала 6-го подъезда на Тобольской 55. Сейчас отсюда сочатся неприятнейшие ароматы, оккупировав всю площадку. У нас эта канализационная затопила. Мы вызывали, несколько раз вызывали. ЖАУ пришел, сантехник говорит, я один, я ничего не смогу сделать. Я говорю, что мы теперь будем в этом дерьме всю ночь? Жильцы подъезда обратились в диспетчерскую службу коммунальщиков сразу же, как почувствовали неприятный запах в подъезде. Это было около 8 часов вечера. Запах убойный, ЖУ-20 на месте нету. Прошло 50 минут с момента подачи заявки. Со слов жильцов, сантехник приходил на место аварии, но устранить проблему не смог. Диспетчер порекомендовал и, цитирую, перетерпеть ночь. На тот момент кадры уже набирали просмотры в соцсетях и спустя 2 часа утечку все-таки устранили. А по телефону объявили, что и обработку с утра завершили. Сегодня? Мы сейчас спустимся и посмотрим. Ой, я не могу. Зайти в подвал для меня, точнее, моего желудка, стало целым испытанием. Ну что, пойдемте дышать этими ароматами. Ой, ну пойдемте. Ой, господи, что? Ничего не засыпали, я смотрю все это. Ну обработка – это вообще что такое? Это подсыпка хлорсодержащими веществами. То есть никакого белого порошка мы сейчас не видим. Мы тут же позвонили в управляющую компанию. Никакие работы не сделаны. Почему обман такой? Не обман, просто должны были сделать, но не успели. Бабушке же можно было перезвонить и сказать, что извините, ошибочка вышла на участок, еще к вам никто не выезжал, работы еще не сделаны. Ожидайте после обеда или к обеду. Можно же было так сделать? Можно было сделать. А почему так не сделали? Потому что у меня сейчас обед, я поесть могу. Все понятно с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. Где ваш главный телекомпонент? Директор. Директор, да. Обед я, наверное. Только время 11.55, пять минут еще от обеда. Ну, тут трудно сказать. Пока мы убивали время в ожидании диалога с директором ЖУ-20, в это время в подвале взялись за обработку. А почему с утра не сделали обработку? Вам когда заявка поступила? Вы в контору обращаетесь? Почему ко мне? В контору мы уже обращались, в вашу. Теперь с вами хотим поговорить. Как у вас эта система-то работает? В общем, в комментариях нам отказывают. Спустя время директор сам пришел проконтролировать рабочий процесс на своем участке. Вы считаете, что жильцы врут насчет то, что им сказали, перетерпите ночь? Ну, я дословно не могу сказать, что им диспетчер сказал. Ну, я просто переговорил с ним диспетчер, что нельзя так людям отвечать, что типа потерпите. То есть, ну, конечно, так. Ну, не медленно, но прийти надо сделать его. Что обнаружили? Что стало причиной засорок? Были тряпки всякие разные, подгузники, мне сказали. И по этой причине это был местный засор. Сейчас все проблемы устранили, но запах остался. Опилки должны впитать в себя всю влагу в течение двух-трех дней. После чего коммунальщики их уберут и проведут на месте санобработку. Почему история с фекалиями набрала такие обороты, директор объяснил дефицитом кадров, с которыми сейчас и решается вопрос. С ним уже связывались из администрации Октябрьского района. Если вы столкнетесь с аналогичной или похожей ситуацией, моментально обращайтесь в администрацию своего района или в управление муниципальной жилищной инспекции. В случае непонимания пишите в наш телеграм-канал. Продолжение следует...